Добрый день! Это актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии министр промышленности Республики Саха-Якутия Андрей Анатольевич Панов. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Вчера глава Республики выступил с посланием, с программной речью по всем депутатам, общественности. И сейчас идет активное обсуждение этого послания. Вот ваше впечатление от речи главы. Вчерашнее послание было достаточно информативной. Оно давало некий посыл Государственному собранию ЛТМН, правительству в первую очередь, и всему населению Республики о дальнейших действиях, планах главы по развитию Республики, по движению тех или иных вопросов в том или ином направлении. Конечно, основной посыл был, что все-таки наш бюджет, наша политика останется социально направленной. Будет поддержка малоимущим семьям, будет поддержка, ну, в первую очередь, работникам социальной сферы. Егор Фанач сказал и о учителях, о врачах. Сказал о том, что ЖКХ необходимо все-таки выводить на новый уровень, поддерживать. Ну и основной, конечно, момент, который бы мне хотелось отметить, он обратил внимание на развитие промышленности. Промышленность – это то, что дает в основном доходы в бюджет нашей Республики, благодаря чему мы в дальнейшем можем платить зарплаты врачам, учителям, развивать социальную сферу, строить инфраструктурные проекты какие-то и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, этот важный момент по развитию промышленности, он был отмечен главой в своем послании. И он обратил внимание на то, что все-таки необходимо не только следить за тем, как у нас расходуется бюджет, а именно обратить внимание на доходы, и как увеличить эти доходы, и как сделать так, чтобы доходы эти росли с каждым годом все больше и больше. Для этого действительно необходимо проводить работу. И здесь не только Министерство промышленности было отмечено, а он говорил об этом всем заинтересованным. Ну и начал, конечно, с Илтумен, начал с правительства, о том, что необходимо вместе работать, создавать условия для того, чтобы развивалась промышленность, именно якутская промышленность, на территории Республики Саха-Якутия. Мы понимаем, конечно, что в первую очередь у нас основные доходы идут от компаний, больших компаний, недропользователей, так называемых, от компаний, которые добывают у нас природные богатства наши из недр. Это основные источники дохода бюджета Республики. Но необходимо развивать также и перерабатывающую местную промышленность. Егор Фанач говорил о поддержке алмазогранильной, ювелирной промышленности, которая сейчас, к слову, у нас находится, но не в самом хорошем состоянии, в связи с тем, что кризис случился мировой, упали потребности нашего населения, не только в Республике, не только в Российской Федерации, а вообще в мире, на приобретение товаров, роскоши, а тем не менее алмазы, которые мы здесь добываем, превращаются в бриллианты, на алмазогранильной промышленности, в ювелирные изделия затем. Конечно, когда у людей проблемы с зарплатой, с деньгами, очень большие, кстати, сокращения у нас прошли по Российской Федерации, в этом отношении, можно сказать, республика более-менее стабильно держится. И даже Егор Фанач отметил в своем докладе, послании, что идет увеличение валового регионального продукта, идет увеличение объемов производства, и как бы есть стабильность какая-то более-менее, по сравнению с другими регионами, где действительно наблюдаются достаточно депрессивные моменты в части развития промышленности в том числе. Так вот, люди перестали покупать товары класса лакшери, перестали покупать алмазы, бриллианты в тех объемах, которые они покупали раньше, потому что, ну, когда у вас проблемы с деньгами, то лучше, конечно, отложить их на более, как бы, хорошие времена, может быть, там, положить на депозит и так далее, и так далее, чтобы как-то на этом заработать, когда не так стабильно все в ситуации, да, на продукты там и так далее. Поэтому, конечно, здесь есть проблема в реализации изготовленной продукции. В этом направлении мы активно работаем. Сейчас и с акционерной компанией «Алрос», если мы говорим о алмазогранильной отрасли, да, буквально вот вчера мы встречались с президентом Жарковым, Андреем Вячеславовичем. Егор Афанасьевич также обратил внимание на то, что компании необходимо оказывать содействие в развитии рынка алмазогранильного на территории республики Сахай-Кутин. Есть определенные договоренности. Эту тему мы будем вместе продвигать, вместе двигать. Также Егор Афанасьевич обратил внимание на развитие лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, легкой промышленности, ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что все смотрели, да, это послание, кто не смотрел, то, наверное, читали. Мое впечатление, конечно, самое позитивное, что Егор Афанасьевич обратил все-таки внимание, и в конце он своего выступления отметил, что нам необходимо все-таки работать вместе, нужно единение между населением, которое работает, между законодательной и исполнительной властями, для того, чтобы мы именно вместе могли сделать, решить поставленные главой перед нами цели. Андрей Анатольевич, вот Вы уже говорили о том, что действительно генеральная линия всего этого послания это развитие местной промышленности. И тут дано было очень конкретное поручение, это создать исключительные условия для развития промышленности. Как Вы думаете, какие это должны быть условия? Ну, если брать наши географические положения, конечно, у нас большая проблема с климатом, да. Если говорить о перерабатывающих производствах, то необходимо, допустим, по сравнению с тем же югом России, да, необходимо отапливать помещение, здесь электричество использовать и так далее, и так далее, как бы газ, и, соответственно, должны быть соответствующие нормальные, ну, комфортные цены для того, чтобы снизить себестоимость продукции по сравнению с нашими конкурентами, аналогичную продукцию, производящую в других регионах. Кроме того, у нас достаточно сложная транспортная инфраструктура, если говорить, ну, одна пятая Российской Федерации, часть, да, количество дорог у нас, конечно, и качество их оставляет желать лучшего, и необходимо все-таки приводить их в порядок. Об этом Егор Анатольевич, кстати, тоже сказал в своем послании, о том, что Дорожный фонд будет работать, о том, что мы будем дороги строить, как и строили, и темпы, как бы, не уменьшатся. Вот решение вопросов по инфраструктуре, да, то, что я говорил, допустим, по электроэнергии. Необходимо строить линии ЛЭП, если мы говорим о горнодобывающей промышленности, то об освоении новых месторождений, допустим, нефти, газа того же, да, угля, золота. Необходимо проводить политику по созданию инвестиционного климата путем развития инфраструктуры, строительству дорог, строительству линий электропередач, ну и соответственных расценок на эту продукцию, как бы, тоже контролировать на должном уровне. Ну и помимо этого, конечно, учитывая наши объемы, допустим, по лесопромышленному комплексу, у нас проблемы большие не с тем, чтобы, допустим, добыть, да, этот лес из леса, значит, в лесу, привезти его и обработать, да, у нас, в принципе, все для этого возможности есть. Проблема довести этот лес издалека на перерабатывающие заводы по доступной цене, потому что стоимость готовой, ну, уже лесопромышленных материалов, довезенных из наших лесов, себестоимость доходит, там, до 50% только перевозки. То есть в этом направлении тоже он обратил внимание, что необходимо именно вместе нам работать не только одному, там, двум министерствам, а всему правительству в целом для того, чтобы создавать такой благоприятный климат. Ну и благоприятный климат, конечно, нужен для того, чтобы инвесторы, имеющие деньги, да, не шли в другие регионы, а понимали, что здесь правительство ставит во главу угла именно развитие, развитие местной промышленности. А развитие местной промышленности – это у нас создание новых источников дополнительных доходов, пополнение бюджета и так далее, и так далее. Поэтому нам нужны эти инвесторы, для которых необходимо создавать соответствующие условия. Вот эти условия как раз необходимо об этих условиях думать в первую очередь нашему правительству. Андрей Анатольевич, обычно после каждого послания министерства, ведомства, они разрабатывают свой план мероприятий по реализации тех задач, которые были поставлены главой в послании. Вот в этой части Вы можете уже что-то сказать? Ну, это, скажем, если говорить в части развития промышленности, да, это вопрос ни одного дня, ни одного даже года, а нескольких лет. И, конечно, такие планы существуют, и они исполняются уже. Ну, в дальнейшем, учитывая послание, которое глава довел вчера, да, я думаю, что мои коллеги из других министерств и ведомств со своей стороны тоже подключатся. Это вот о том, что там говорил глава, о проектном финансировании, о проектировании, да, проектное управление, где не только одна организация или там один, значит, орган исполнительной власти занимается, а это будет консолидированная рабочая такая, рабочий офис, консолидированная рабочая группа, которая будет решать эти проблемы. Кто-то будет решать вопросы по электроэнергии, кто-то по транспорту, кто-то по привлечению инвесторов, кто-то по развитию промышленности и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, конечно, будут немножко пересмотрены подходы. Уже эта работа идет. Егор Фанасьевич буквально вот вчера дал уже несколько поручений. Разрабатываются сейчас нормативные документы. Будет, я думаю, что подготовлены специальные программы по переобучению специалистов в рамках перехода на проектное управление. То есть, конечно, это новое, да, сейчас, если говорить об этом. Для людей это новое, конечно, их нужно подготовить. Для этого их необходимо обучить. Обучить и дать им в руки инструменты. Я имею в виду инструменты в виде нормативных правовых актов, чтобы они знали, как этим пользоваться, как в дальнейшем работать, чтобы этот посыл эффективно исполнять и продвигать в дальнейшем движение вперед. Вот самая последняя часть, я думаю, она самая эмоциональная и она самая такая, скажем, человечная, где Егор Фанасьевич говорит, что всем нам нужно идти на сближение власти, бизнесу и обществу, идти вперед с тем, кто есть рядом, не пеняя на недостатки, не осуждая, не обсуждая друг друга, избегая сплетен. И вот тогда мы свернем горы. Ну, я думаю, что Егор Фанасьевич здесь таким образом обратил внимание на проблему такую. Есть у нас такая проблема. Он, в принципе, неоднократно об этом говорил, о том, что у нас любят, к сожалению, критиковать. Критиковать. Он говорит о том, что не надо критики бездумной, да, предлагайте нормальные решения. Если здесь что-то не получается, предлагайте варианты, как это исправить, как это решить. А просто заниматься критиканством, ну, от этого не легче ни вам, ни республике. Поэтому здесь необходимо объединять усилия и находить пути решения тех проблем, которые сегодня, ну, скажем, находятся в подвешенном, да, нерешенном состоянии. Находить вместе пути решения без взаимных каких-то упреков, да, без взаимных недопониманий с обоих сторон, а именно сесть вместе, работать вместе для того, чтобы развивать республику. Потому что мы все здесь живем, все здесь работаем и хотим, чтобы у нас все было хорошо. Спасибо. Я благодарю вас. Еще раз напомню, что гостем в студии был министр промышленности республики Саха-Якутия Андрей Анатольевич Панов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»